Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. С тех пор, в апреле каждого года, люди во всём мире получают возможность узнать больше об этом заболевании. Аутизм – это расстройство психики, которое выражается в самоизоляции, в уходе от контактов с действительностью, бледностью выражения эмоций. Наша выставка организована к Всемирному дню информации о проблемах аутизма. Дети наши необыкновенно одарённые. Мы создаём лишь благоприятные условия, среду для того, чтобы их талант как можно больше раскрылся. Очень важно, что родители принимают очень деятельное участие и в выставке, и в творчестве детей. И одарённость этих детей стала главным для всех семей, которые детки к нам приходят. Родители детей с аутизмом жалуются на то, что им очень трудно привлечь внимание своих малышей. Обычно они не поддерживают контакт взглядов с родителями или не поворачивают голову в ответ на обращённую к ним речь. А покажи свою любимую работу, где ты скворцов делала, которые прилетают к нам весной, и ты выклеивала их. Подскажи. Это. Это. Вовочка, скворцы когда прилетают к нам? Ну, пока мои работы придут. Они пусть тут будут. Уже год психолог Елена Принь занимается с группой детей-аутистов. Она рассказала о том, что дети, с которыми она занимается, совершенно разные, но все очень одарённые. Скажи, какие цвета ты видишь? Какие краски? Како? Как называется? Какие краски? Какими красками рисуют? Гуашь. Гуашь. А еще какое? Это что делала? Пластилина. Все работы, представленные на выставке, выполнены ими самостоятельно. Значит, в нашем городе, наверное, в области такие выставки проходят, практически не проходят. Для нас это очень важно, потому что наши дети особенные, и нам очень важно, нам, мамам и нашим детям, чтобы их замечали. И хотя маленькие авторы не всегда могут в общении поделиться с обеседником своими мыслями, их работы говорят сами за себя. Моя жена именно занимается с этими детьми, которые с особенностями развития, но и особенностями творческими у каждого. Вот вы снимали буквально несколько минут назад вот эти портреты. С этих портретов в духе Фернана Лежи, собственно, и появилась идея сделать эту выставку. Арт-терапия – это вид психотерапии и психологической коррекции, основанной на искусстве и творчестве. Ты большой художник. Давно рисуешь? С пяти лет. Ну, молодец. А чем ты рисуешь? Красками? Красками, карандашами и пастелью. А пластилином не пробовала? Ты уже слышала тут пластилином? Нет. А на чем ты? Просто на бумаге рисуешь, да? Да. А давно занимаешься этим делом? Да. Ну, сколько? Годик-два? Три. Три годика уже рисуешь, да? Да. Молодец. А тебя кто-то научил или ты сама? Сама училась. В своих воспитанниках Елена Принь видит детей, наделенных очень ярким творческим даром. Со здоровыми детьми тяжело работать. С такими детьми наблюдал, сколько раз, как жена с ними работает. Это адский труд, конечно. Конечно. Но все равно спасибо ей. Ее талант педагога, психолога помог сделать эту интересную выставку. Теперь зрителям предоставлена возможность увидеть своими глазами результаты арт-терапии. И 10 лет, и 7, и 5, и дети любят рисовать. И каждый смело нарисует все, что его интересует. В заключение детям были вручены сертификаты. Наталья Волошина, Александр Худалий, Первый муниципальный.